Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Выводы» и я, Владимир Ощенко, стремительно пролетает неделя, но мы вместе с коллегами восстановим картину приморских событий за 7 дней. Каждое воскресенье о том, что произошло в жизни края и конкретного приморца, что изменилось и, главное, как разрешилась проблема, если она была, мы внимательны к деталям, анализируем и делаем выводы. И вот что стало заметным за прошедшую неделю. Зимой не замерзнем. Главы приморских территорий завершают подготовку к отопительному сезону. Но отстающие есть. Расскажем. Главное политическое событие осени. Единый день голосования 10 сентября. Выбор сделан. В пользу кого? И как это повлияет на нас с вами, обычных приморцев? Внутренние дела одной партии. Коммунистическое трещит по швам или пришло время грамотных политических рокировок? Дачные хроники от Ольги Рудаковой. Фото девушка выложила в свой инстаграм 30 августа. Это не фотошоп. Просто заморозки пожаловали в Ольгинский район и урожай тыквы паник. Но, уважаемые приморцы, это не повод для печали. Живем мы все-таки не в тропиках. Северная территория уже во власти низких температур. На календаре конец сентября. И без прогнозов синоптиков понятно, похолодание скоро. Очевидно, что пора готовиться. Шубы и пуховики здесь не спасут. Батареи в домах должны быть теплыми. А это дело уже государственного масштаба. Готовность края к зимнему отопительному сезону оценили депутаты краевого парламента. Представители теплоснабжающих организаций сообщили депутатам, что этот процесс выходит на финишную прямую. Угля и мазута хватает. Вот, к примеру, на самой большой котельной находке после планового ремонта настраивают оборудование. Слесари сравнивают себя с мастерами тонкой работы. Если не докрутить хотя бы одну гайку или неправильно натянуть ремешок зимой, многотонные агрегаты могут выйти из строя. Но из 34 муниципальных образований, из графика по подготовке к зиме, пока выбиваются 5 территорий. Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка и Партизанск. Краевые парламентарии поинтересовались, не повлияет ли такая ситуация на подачу там тепла. Специалисты заверяют, что ситуация под контролем и до 25 сентября все муниципалитеты будут готовы к зиме. По объектам жизнебеспечения это сети теплоснабжения, водоснабжения, котельные. Там ситуация проще. С учетом подготовки отопительного периода, больших проблем мы не видим. У нас плановые сроки до 1 октября по северным территориям завершить в полном объеме, 100% и до 15 октября по южным районам. Согласитесь, в нашей жизни мы всегда стоим перед выбором. Плохо, когда его нет. Но когда есть, так по мне, надо серьезно взвесить все за и против. В минувшее воскресенье приморский народ выбирал тех, кто будет отвечать за ремонт дорог, благоустройство дворов и чистые улицы в городах и районах. Почему этот процесс такой ответственный? Моя коллега Виктория Лобецкая выясняла у секретаря краизбиркома Романа Охотникова. Роман Андреевич, приветствую. Мы с вами находимся в книжном магазине. И соответствующий вопрос, какую литературу вы предпочитаете? Выбор в пользу фантастики ли делаете, научных произведений, может быть, поэзии? Знаете, всегда, с детства мне нравилась фантастика. Любил читать фантастические книги о новых мирах, новых планетах, новых существах, людях, приключениях. Мне это всегда очень нравилось. Ну что ж, Роман Реевич, 10 сентября состоялись выборы в городские думы, выбирали депутатов. Вот этот выбор, наверное, все-таки посложнее будет, ответственности больше на человеке лежит. На мой взгляд, я это всегда утверждаю, выборы – это очень важный институт построения нашего общества и государства. И в этом случае, когда граждане выбирают местную власть, то есть тех людей, которые будут решать их проблемы местные, на мой взгляд, это очень важно. И ответственный гражданин, житель соответствующего города, на мой взгляд, должен просто в этом участвовать. Для Приморского края, для столицы Приморья, Владивостока – это вообще, наверное, эпохальные события осени? Ну, конечно, Владивосток как никак столица Приморского края, безусловно, это важнейшее событие текущего года, когда у нас проходили выборы депутатов Думы. Ну, и вспомним, что теперь по краевому законодательству именно депутаты в следующем уже году смогут выбрать главу города Владивосток. На мой взгляд, это увеличивает как бы степень авторитетности и влияния самих депутатов Городской Думы. Ну, и придает, наверное, еще большую значимость самому выборному процессу. А вот интересно тогда, выбирали-то как приморцы? Охотно? Ну, традиционно приморцы, особенно в Владивостоке, они как-то не очень активно идут на муниципальные выборы. Но эта практика, я бы хотел заметить, она общемировая. Мы для сравнения специально совместно с Городской комиссией проводили экспресс-мониторинг выборов по миру, именно муниципальных. Мы убедились, что явка в больших муниципальных образованиях, которая варьируется между 10 и 20 процентами, это норма. Видать, как-то вот так. Ну что ж, Роман Андреевич, мы сегодня с вами говорим о выборе, о выборе таком важном и ответственном в избирательной кампании. Но и не забываем о том, где мы с вами находимся. Это книжный магазин, поэтому предлагаю сделать ваш выбор совместно сегодня со мной в отношении литературы. Спасибо, Виктория. Мой выбор однозначно в пользу фантастики. Пойдемте, вот в той стороне. Пойдемте. Роман Андреевич, почему Стивен Кинг, вообще достаточно мрачный такой автор, пометуя некоторые его произведения, наводят тоску? Ну, вы знаете, на самом деле он по-разному пишет. И вот данная книга заинтересовала меня своим названием «Мобильник», да? И, как я вот вижу из аннотации, речь идет о том, насколько опасен может быть мобильник для его пользователя, причем для любого возраста. Это, я думаю, очень актуально для нашего времени. Мне интересно почитать мысли автора по этому поводу. Ну что ж, если эта книга вас заинтересовала по-настоящему, тогда, Роман Андреевич, я думаю, нам стоит пройти на кассу в книжном магазине. Хорошо. И как раз вы приобретете того самого мобильника Стивена Кинга. События осени. Важная политическая и заметная общественная – это единый день голосования 10 сентября. Выбирали депутатов муниципальных дум. Про ответственность народного выбора мы уже говорили. Теперь предлагаю разобраться, а что изменится в нашей с вами жизни после этого выбора. Кстати, народный выбор внес коррективы в достаточно привычную расстановку политических сил. 10 сентября жители Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Дальнегорска, Большого Камня, Фокина и Лазовского района выбирали депутатов местных представительных органов власти. Всего будет замещено 286 мандатов. День голосования и избирательные участки открылись в 8 часов утра. Я всегда прихожу на выбор. А почему? Потому что каждый должен знать, кто будет с ним работать, кто будет выполнять его поручения, наказы. В едином дне голосования принял участие губернатор Владимир Миклушевский. За кого отдал свой голос глава региона не озвучил, но подчеркнул большое значение нынешней выборной кампании для всего Приморья. Безусловно, это важные выборы, потому что мы выбираем городскую думу города Владивостока, еще 7 дум. Безусловно, очень важно, чтобы выборы прошли честно, легитимно, чтобы не было никаких нарушений. Мы за этим будем очень жестко следить. Я лично буду следить, и все нарушения будут жестко пресекаться. Участки закрылись в 8 часов вечера, и члены комиссии, не зафиксировав каких-либо серьезных нарушений, тут же приступили к подсчету голосов. Картина появки на территориях Приморья получилась разной. В лидерах Большой Камень, далее идут Лазовские и Дальнереченские районы. Находки 20%, а Владивосток самый пассивный, здесь только 14%. Из-за такого провала количество голосов за Единую Россию просело. Но по итогу партия все же взяла большинство мандатов в Думе Владивостока. 22 из 35 возможных. А вот в Арсеньеве Единая Россия вообще получила большинство. Это при том, что коммунисты, за которых в городе авиастроители привычно хорошо голосовали, поддержки у избирателей не вызвали. Стабильно Красная территория в этот раз не получила ни одного мандата Компартии. Большой Камень удивил. Там победу одержали самовыдвиженцы. С ними и предстоит местной власти выстраивать весь будущий рабочий процесс. Когда я встречался с вновь избранными депутатами, с будущим председателем Думы, с руководителем фракции, я им сказал, вы обязательно политических оппонентов привлекайте к работе. Там есть разные комитеты, комиссии. Не надо их исключать, это неправильно. Когда всех, кто победил, посчитали, наступила очередь раздать мандаты. Без этого документа депутат не депутат. И вот первое рабочее заседание Думы Владивостока 5-го созыва. На подственное слово новоизбранному депутатскому корпусу произнес губернатор Приморья Владимир Миклушевский. От всей души хочу всех освобождать с победой набора, который прошел в условиях конкурентной борьбы, максимально открытой. На первом заседании не рассматривали бюджет и не принимали муниципально-правовые акты. Пока только организационные вопросы. Главное из которых избрание председателя Думы. Спикера депутаты выбрали тайным голосованием. В результате данного голосования голоса депутатов представили следующий вопрос. Бриха Андрея Петровича 22, Гульков 7, Кротив 0. Решили соответственно статью 52 рекламы по Думы города Владивостока. В результате данного голосования по выбору председателя Думы города Владивостока считает избранным председателем Думы города Владивостока Андрей Петрович. В ближайшие пять лет Дума Владивостока будет работать под председательством Андрея Брика. Также депутаты выбрали заместителей спикера. В результате тайного голосования ими стали Геннадий Куликов и Елена Новицкая. Именно им предстоит сосредоточиться на предстоящей работе. Комфорт и развитие приморских муниципалитетов во многом зависит от эффективности местных Дум. Перед ними стоит задача выполнить ряд важнейших проектов, в том числе безопасные и качественные дороги и формирование комфортной городской среды. Виктория Лобецкая, Владимир Клюшников. Выводы. В рядах приморского отделения Компартии разлад. Завета Ильича, догма не для всех, некоторым близкие взгляды коллег из других партий, да и общий настрой после минувших выборов, мягко говоря, не очень. Как обстоят дела внутри Компартии, что стало заметным для наших журналистов? Подробности в следующем материале. Приморское отделение Коммунистической партии России в один день покинули два человека. Владимир Хмелев и Александр Тютерев. Политические оксакалы, депутаты Краевого парламента, убежденные коммунисты. Моё решение это не семиминутное, что я не согласен с чем-то там и бросаю. Нет, оно, к сожалению, связано с глубоким кризисом. Не в самой партии, а, наверное, в головах отдельных руководителей, которые стали воспринимать партию просто как свой личный день. Ну, то есть, все это нарушение устало и программа партии. Поэтому я с этим не согласен. Массовый исход красных депутатов из приморского отделения партии начался в 2012 году. Тогда якобы за нарушение партийной дисциплины исключили Светлану Колотову. После этого народные избранники стали уходить добровольно. 2013 год Сергей Декусар, 2015 Евгений Бочаров. А в 2016 году дошла очередь до самой крупной из муниципальных дум – думы города Владивостока. Яркие политики Андрей Галицких и Олег Вильгоцкий попрощались с КПРФ. Мне было чертовски стыдно. То есть, вылазить вот так на чернухе – ну, пусть вылазят. Я не могу себе такого позволить. Ну, что мне мои дети скажут. Кризис, он переходит в системный, когда партия даже не способна к самой очищению. С хорошей миной при плохой игре руководство регионального отделения дает комментарии прессе. Никакого кризиса в КПРФ нет. Более того, КПРФ сегодня укрепилась. Вот вы видите, на примере меня избрали первым стрём, мне и 30 лет нет. Спустя год. Именно из-за работы 30-летнего секретаря и некоторых других членов приморской команды коммунисты покидают партию. Только теперь это народные избранники не муниципального уровня, а краевого. Я вот уже год являюсь депутатом. Я, конечно, пребываю в состоянии глубокой депрессии, связанной с тем, что руководитель фракции, а он же и первый секретарь, оттуда, сходили в КПРФ, всю работу поставил так, чтобы не было никакой работы. И сам руководитель, и те люди, которые около него находятся, они даже не влекают всю деятельность по моему законодательному собранию. Отрицать проблему внутри партии больше не получается. Коммунисты ссорились, даже выбирая кандидатов в муниципальные думы. Неудивительно, что сами выборы принесли КПРФ не тот результат, на который они рассчитывали. То, что случилось в Приморском крае, действительно, здесь как раз появились и предприниматели коммунисты, да, то есть, и, в общем-то, совсем либерального толка представители партии. На самом деле, для партии это, то есть, не совсем для КПРФ, то есть, не совсем однозначная позиция. Слухи о проблемах в региональном отделении дошли до московского руководства. В августе Юрий Афонин, представитель центрального аппарата партии, приехал во Владивосток разобраться с ситуацией лично. Члены партии вели и ведут себя на публике неэтично. Сначала пьяная езда за рулем, фото ню. Дело дошло до того, что в сеть попали кадры порнографического фильма, главную роль в котором сыграл член КПРФ и его избранница. Мы, конечно, определенные политические оценки дадим, потому что это недопустимая вещь. Кстати, я могу сказать, мы отслеживаем закадровые процессы. Коммунисты наши тоже разбираются по ряду товарищей, в том числе при выдвижении их в органы местного управления, здесь, в Владивостоке. Владимир Хмелев и Александр Тютерев отказались от партии, но не от работы в Краевом парламенте. Сколько членов партии останутся в КПРФ до конца года, покажет время. Анастасия Ярошенко, Олег Буми-Струк. Выводы. И вот что вас ждет во второй части выводов. На дорогах Приморья ремонт. Асфальт кладут там, где его никогда не было. Что это, разовая акция или так работает федеральная программа? Про закрытие меридианов Тихого, дрифт, мед и новое жилье. Дайджест новостей в выводах. Под прицелом кинокамер мастеров мирового уровня Приморский остров Рикорда. Как финны и поляки впервые снимали на дне и на берегах островов залива Петра Великого.